я тебя приветствую меня зовут олег димитров мы сегодня поговорим о панических атаках я дам один простой но эффективный инструмент я бы хотел перед тем как его объяснить чтобы ты для себя понял что от количества инструментов которые ты изучишь ты не придешь к цели если ты их не будешь пробовать и доводить до конца потому что я много вижу комментариев у себя на канале когда даешь какую-то технику и человек пишет но это понятно что конкретно делать ну типа там вот есть высыпание человека на коже я объясняю как это связано со стрессом и в принципе человеку понятно что до стрессы все и так понимает но что конкретно с этим делать со стрессом и так тоже понятно надо сделать так чтобы стресса не было но работать и делать это и просто слушать в ролике о том какие есть техники можно до бесконечности. И если ты не будешь это применять в своей жизни, не доведешь до логического конца, пока не завершишь, не закроешь этот цикл, вот эту технику не сделаешь на 100%, ты ее не оставляешь. Если ты с таким подходом будешь подходить к этой задаче, паническим атакам и ко всем остальным, ты их будешь решать очень быстро. Они не такие сложные, как кажется, просто мы их не решаем. Мы пытаемся найти путь, где максимально ничего не делая, мы получим максимальные результаты. И уходят десятилетия для того, чтобы протестировать и понять, что не работает. Ну придется, наверное, сейчас взять и недельку поделать то, что говорят люди. И бах, получаются результаты. Что такое паническая атака? Паническая атака это и физиологическая, когда тело ведет себя так, как будто есть стресс, а стресса нет и никакой опасности нет и мозг цепляется за телесные ощущения. Скажем, человек просыпается утром и первое, что он чувствует, что тело его не в порядке. Сердце бьется, такое ощущение, что как будто сейчас с ним происходит что-то страшное или опасное. Ну, к примеру, как будто эти ощущения можно сравнить, когда идешь по частному сектору и тут вдруг из подворотни или откуда-то из калитки вылетает собака и начинает очень агрессивно лаять, вокруг бегать и было все спокойно в теле. И тут хоп, появился тонус, адреналин, коленки задрожали. Вот та же самая реакция проявляется при панической атаке. Человек просыпается, возможно, там триггером был какой-то сон, но вот мы имеем то, что имеем. Тело находится в таком состоянии. Наш мозг и тело, они связаны и связь двухсторонняя. Как мозг влияет на тело, когда мы пугаемся, у нас появляется тонус в теле, сердце начинает биться, то есть он приводит в боевую готовность наше тело, что сейчас опасно, сейчас надо будет биться. Так в обратную сторону тоже работает. К примеру, когда мы заходим в душ, то холодная горячая вода, контрастный душ, приводит к тому, что наш мозг расслабляется. Мы зашли в душ, вроде как было только телесная работа, но мы выходим с чистой головой или после бани. То же самое, очень расслабленно, очень легко, хотя мы не делали никаких психотехник. Это происходит потому, что наше тело, наша кровь, которая поступает по телу, так или иначе будет приносить в мозг какое-то количество кислорода, какое-то количество крови. Это все будет влиять на мозг. Поэтому и тело, и мозг связаны двухсторонне. Когда мы просыпаемся утром, мозг понимает, что с телом что-то не то, тело находится как будто сейчас происходит что-то стрессовое или опасное. И он начинает заводиться от тела, он не понимает что, но он понимает, что надо как-то реагировать. Он реагирует страхом. И дальше по кругу, по спирали тело цепляется за мозг, то что сейчас страшно, и оно начинает раскручиваться. И для того, чтобы нам остановить вот это раскручивание наших чувств, нам нужно сделать так, чтобы наш мозг переключился на логическую часть. Фактически, мы наш мозг можем разделить на логику, то что мы вычисляем. И на наши чувства, на нашу рептильную часть мозга, которая очень древняя, она отвечает за выживание, за чувствование, за наши инстинкты. И эта часть, она не может работать параллельно с логикой. Либо работает логика, либо работают чувства. К примеру, если мы попытаемся заниматься сексом и чувствовать возбуждение, при этом будем в голове высчитывать какие-то логические уравнения или играть, скажем, в тетрис, это будет довольно сложно сделать. Либо логика будет страдать, либо сексуальная функция. Или когда, например, человек в аффекте, очень сильные эмоции, он может даже кого-то убить. При этом он не будет осознавать, что он убивает. Но потом, когда чувства улягутся, он увидит, что он натворил, и он будет в ужасе. То же самое происходит со всякими людьми. Это маньяки, многие не осознают, что они делают, потому что чувства, их захватило. Нам нужно сделать так, чтобы перевести мозг с чувствования на логику. Как нам это сделать? Логика, естественно, мы берем в тот момент, когда мы понимаем, что триггер есть, тело у нас находится в эмоциональном состоянии, но сердце у нас бьется, адреналин в крови, мы чувствуем, что вот это сейчас запустят. Мы в своей голове считаем от 5 до 1. Это логическая операция. И она не такая простая, хоть кажется, что все просто. Мы считаем от 5 до 1. 5, 4, 3, 2, 1. Тем самым мы сдвигаем мозг с анализа того, что происходит в теле, и мне сейчас нужно реагировать на логику. Переключаем. То есть блокируем ему уход в чувства и анализ. После того, как мы заблокировали, мозг может снова вернуться к нашему телу, потому что мы посчитали, логика есть, хорошо, он назад вернулся, назад чувствую. Мы же не будем 30 минут ждать, когда наше тело остынет, оно станет спокойным, адреналин рассосется. А для этого мы переводим наше тело немножко в другое состояние. Наши чувства, фактически мы можем их разделить на два состояния. Это возбуждение радостное. Когда мы побеждаем в чем-то, когда мы где-то выходим и делаем какое-то великолепное дело, у нас бьется сильно сердце. Мы не можем сидеть, стоять, нам нужно куда-то ходить. Мы можем ходить по кругу, по дому, и все в такие возбуждения просто нас колотит. То же самое появляется, и когда мы чего-то боимся. У нас та же самая энергия, только с другим чувством. И когда мозг смотрит на тело, он понимает, что тело возбуждено, но он не знает, что происходит. А дальше появляется ваша привычка копать всегда в негатив. Типа, если что-то происходит, наверное, это плохо. Если какие-то изменения, это плохо. Если у меня тело что-то чувствует, наверное, это плохо. Надо залезть в Википедию, посмотреть, что это значит. Ну, у меня тоже иногда, может быть, раз в год я могу поймать свое тело на ощущение, что хоп, сердце бьется, я такой, что такое? А что ты бьешься? А сейчас ничего не происходит, я просто сижу, такое, ммм, интересное состояние. А оно, бишь, ушло. Но человек, у которого есть некоторая мнительность, или он любит развивать негатив, он начинает это все переводить, и он создает некоторую привычку. И мозг, по привычке, видя, что тело находится в тонусе, вместо того, чтобы уйти в позитив, мозг уходит в негатив, что происходит что-то опасное. Мы потловили себя на том, что наш мозг сейчас начнет уходить куда-то вглубь. Мы это остановили. 5, 4, 3, 2, 1. Дальше мы в своей голове говорим, это возбуждение, я в предвкушении. Это возбуждение, я в предвкушении. Вы тем самым говорите мозгу, что все нормально. Э, братан, остановись, все хорошо, никуда, ничего не происходит. То же самое мы делаем, когда, если мы возьмем, опять же, вернемся к частному сектору, мы идем по частному сектору, справа от нас забор рабится, и вдруг вылетает собака за забором, большая и грозно лает. Мы первоначально пугаемся, мозг наш, наша рептильная часть такая, опа, опасность. Но потом мы логикой говорим, подожди, стоять, здесь забор, все нормально, пусть она лает. Мы даже можем остановиться и получить приятные ощущения. Но мы мозгу сказали, что все нормально, все хорошо. Мы можем ее, там, собаку даже подразнить или покормить, кто что любит. Мы мозгу объяснили, что это не опасно. Так вот при схеме с панической атаки, вот в этом инструменте, мы мозгу объясняем, что это не опасно, это хорошо. Мы возведены сейчас в позитивную эмоцию. Мы в предвкушении. У нас бьется сердце, потому что дальше случится что-то великолепное. Мы остановили свой мозг, переключили на логику, объяснили ему, что все нормально, все хорошо. Я в предвкушении, я в возбуждении. Можете какие-то другие слова, но просто важно, чтобы это было достаточно просто и это было понятно, что та эмоция, эта эмоция позитивная. И дальше, так как с этой эмоцией вы навряд ли останетесь на месте, с ней тяжело находиться, нужно какое-то действие, вы просто встаете и переключаетесь просто на другую задачу. Если вы были, там, скажем, сидели за столом и это себя отловили, то встали, куда-то прошлись, сделали это все операции, остановились 5-4-3-2-1, потом про себя повторили, это возбуждение, это предвкушение, это возбуждение, это предвкушение и переключились на другую задачу. Там, пошли, что-нибудь себе налили и все. Все, больше делать ничего не надо. Постепенно, а точнее даже очень быстро, вы обрушите этот паттерн, эту привычку, которую вы уже создали, что мое тело, это значит плохо, и это запускает цепную реакцию, вы создадите новую привычку, новый повесить туда якорь и будете уже с этой новой привычкой действовать. На этом у меня все, за эту технику мы можем сказать Мэл, Робин, спасибо, о ваших результатах вы можете написать мне mi-sobaka-olekdimetrov.ru Всем пока!